МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное заседание административной комиссии. Я же не специально, но я же не против какой-то системы. Есть парковка, я бы, пожалуйста, не пошел. Нету, я встал. Куда смог? С повышением количества больных коронавирусом, а также с наступлением сезона ОРВИ, Смоленская область столкнулась с проблемой нехватки лекарств. Медикаменты бывают не всегда, в том числе и в аптеках Десногорска. Как реагировать на дефицит и есть ли возможность его избежать, обсудили в городской администрации 25 ноября с представителями местных аптек. Панические настроения на фоне пандемии сказываются и на рынке фармацевтики. Попытки горожан закупить софрок приводят к закономерному для любого рынка результату. Продукции не хватает, а то, что осталось, стало стоить дороже. А в условии наладки процесса маркировки лекарств поставка новых препаратов в ряде случаев вообще приостановлена. По сообщениям поставщиков, такая ситуация сохранится как минимум до января. Сегодня же в ряде случаев лекарства приходится заказывать. Наличии их просто нет. Чтобы актуализировать информацию по имеющимся в Десногорске препаратам и сделать ее доступной для врачей, предложено создать единую базу данных по всем городским аптекам. И, соответственно, дадим доступ вам, руководителям аптек, где вы можете проставлять наличие тех или иных препаратов. Основных, вспомогательных или еще так далее. Ну, в онлайн режиме, скажем так. Такой же доступ, соответственно, будет медико-санитарной части. Такая мера должна исключить назначение препарата, которого в десногорских аптеках нет. Это будет видеть терапевт во время планирования лечения пациента. При этом в условиях имеющегося дефицита будет возможно подобрать замену исходному варианту, также руководствуясь электронной таблицей. Эту базу данных планируется запустить в работу уже с декабря. Таким образом, Десногорская администрация на местном уровне реагирует на проблему, внимание которой уделялось неделю назад в областном центре. Надеюсь, что и сообщество не будет зарабатывать на гражданах деньги, потому что я не думаю, что больше половины населения нашей Смоленской области могут делать какие-то дорогие покупки в запасы, в том числе и лекарственные. Благосостояние у нас не очень высокое. Впрочем, конкретных путей решения вопросов дефицита лекарств в аптеках на уровне региона пока нет. Представители власти ограничились рекомендациями фармацевтам не пытаться спекулировать на своих покупателях. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Заседание административной комиссии Десногорска состоялось 24 ноября. Участники рассмотрели 20 протоколов о нарушениях закона Смоленской области. Традиционно некоторые горожане пренебрегают комфортом своих соседей в ночное время, а также правилами парковки. За неправильную парковку автомобиля пришлось расплачиваться 17 автовладельцам. Помимо прекращения производства по делам, были назначены и штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. Раскошелиться придется и любителям пошуметь в ночное время. По этому нарушению было 3 протокола. Итого 3 штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. На сегодня выпуск завершен. Смотрите Десна ТВ и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова